АПЛОДИСМЕНТЫ Знаете, когда я вот думал, линия жизни, линия жизни, не помню, наверное, это лет в 14 впервые, меня вызвали, ну, как всех, в военкомат, дабы выдать приписное свидетельство. Все это было в Ленинграде, в самом удивительном городе. Есть такие на выборской стороне три боевые улицы. Оренбургская, Астраханская, Саратовская. Я с Оренбургской. А территориально совсем, чтобы слайд всплыл, ну, вот, представляете, Аврора, да? А на другой стороне гостиница Ленинград. Теперь она Петербург, наверное, да? И вот это место моего детства. Я заранее, извиняюсь, что я наверняка буду перескать, с пятого на десятое, как говорит моя Катя, жена, она всегда говорит, только пожалуйста, не забывай, то, что ты говоришь, понимает только один человек. Я говорю, кто? Ты сам, больше никто. Так вот, вызвали меня, все заполняют, а в то время мы учились, последние три класса, 9, 10, 11, параллельно с производственным обучением, так называемым. Это был завод «Красная Заря» на той же Выборгской стороне. Я работал, проходил вот обучение в инструментальном цеху, и когда он заполнял, этот товарищ из военкомата, профессия, я говорю, слесарь. Он записал «Слесарь». Прошло время. Меня опять вызывают в военкомат и сверяют мои данные, что изменилось. Я говорю, вот я закончил театральную студию. А... И кто же ты теперь? Актер. И надолго дяденька из военкомата задумался. А я так вижу, лежит эта бумажка, а в руках ручка, а там написано «Слесарь». Думал, думал дяденька, поставил тире и написал «Артист». Это к вопросу о линии жизни. Может быть, я не знаю, может быть, и еще какое-то тире меня ожидает. Ведь она же все-таки линия. АПЛОДИСМЕНТЫ Когда я думаю, ну как же, с чего же начать, и спросил Катю, мою жену, и она мне, поскольку она мастер сюжетов, и она мне сказала, вот начни с «Слесарь-артист». Она совершенно потрясающе пишет, но вы знакомы кто-то по тому, что читали, а кто-то по фантастическому фильму, на мой взгляд, я имею в виду «Азорь здесь тихий». А Катя, Галка, Четвертак. АПЛОДИСМЕНТЫ И вот когда она стала писать, вдруг, мощно, неожиданно для самой себя, все началось с юности, где была опубликована первая пояс «Чужой звонок». Потом вышло несколько книг, потом была пауза, которая, мне так представляется, произошла со многими. И вот в последнее время вышли каприз фаворита, вышла актриса, вышла блудница, и сейчас замечательная написана повесть. Она будет называться «Плакальщица». И я к чему? Значит, если мы все-таки не вчера познакомились, и за это время, ну, наверное, я все-таки о чем-то догадываюсь, что-то, как мне кажется, знаю об этом человеке. Но когда я читаю ею написанное, я удостоверяюсь в том, насколько я не знаю мир этого человека, который, может быть, для самого-то человека открывается совершенно неожиданной стороны, когда идет вот этот акт творчества. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Как-то мы с Филиппом... Филипп – это мой сын. Ему тогда было лет пять. Мы шли по улице Горького, то бишь по Тверской. Он складывал буквы в название. он читал «К-А-Ф-Е-Е». «Кофе-Е». «Кофе-Е». Что правильно? Есть «Ф», а потом еще почему-то «Е». Получалось «Кофе-Е». И вот он мне говорит, «Ты знаешь, я в конце концов хочу зайти к тебе в театр». А я говорю, «Ну, давай, зайдем». Мы были недалеко от театра, театр Моссовета. Он первый раз пришел со служебного входа. Он так огляделся и говорит, «Так, это здесь на тебя бочку катят». АПЛОДИСМЕНТЫ Когда я опаздываю, дома какие-то дела, и не хочется расставаться. И я говорю, «Ну, сыночка, мне надо идти, а то на меня будут бочку катить». Вот мы с ним проходим, идем там, где гримерные. А в этот день был спектакль «Дом на песке». И навстречу по коридорчику идет Варара Владимировна Сашайская. Замечательно. Она играла мою маму. А актеры вот старой закалки, они приходят зараньше в театр. И увидев нас, Варара Владимировна, естественно, говорит, «Ой, Филиппчик, Филиппчик, здравствуй, а я твоя бабушка». На что Филипп говорит, «Ты что, с ума сошла? У меня есть бабуля». Потом оборачиваемся, идет Сергей Сергеевич Цейц. А логика-то у всех одна. Он говорит, «Филиппчик, а я твой дедушка, поскольку он играл моего папу». На что Филипп повернулся ко мне и говорит, «Ну вот, еще один с ума сайцей». А потом он мне говорит, «А ты покажешь сцену?» Я говорю, «Ну, пойдем». Мы вышли на сцену, темный зал, только фонари, которые направляются на игровую площадку, то бишь на сцену. он стоит маленький в лучах. И я говорю, «Ребята, дайте, пожалуйста, зал». Дали зал, но вы были в Театре Монсовета. Замечательной красоты зал. И совершенно потерявшийся Филипп стоит, маленький, и говорит, «Папа, а как ты играешь?» Я говорю, «Ну как?» Вот приходят дяди, приходят тети, вот садятся в зал, а я и вместе с другими артистами начинаем рассказывать историю. Угу, понятно. Когда мы шли домой, он друг мне говорит, «Ты знаешь?» А звал он меня старик. «Знаешь, старик?» «Дело решенное. Я буду работать в Театре». Я замер. И так осторожно спросил, «Артистам?» На что он замечательно сказал, «Ты с ума сошел?» Нет, зрителям. Из него вырос замечательный зритель. Ну, а помимо этого, где-то в 24-25 он уже защитил кандидатскую. А потом родились два потрясающих парня. Его сыновья и мои внуки. Федору вот шесть, Михаилу четыре, Динавду. Недавно мы с Мишачком сидим, он играет в свои игрушки и вдруг обнаруживает старый какой-то разбитый детский телефон. Он берет, набирает на полном серьезе. Алло? Алло? Петрова? Петров есть? Нет? Странно. Вешает трубку. Проходит. Я сижу. Опять берет, набирает. Петров не пришел? Да где же он? Опять вешает трубку. Ну что может взрослый в этой ситуации, да? Я сижу и фантазия моя не идет дальше того, чтобы сказать Мишачок, позвони Иванову. На что Мишачок поворачивает и говорит Деда, Иванов не в курсе. А Филипп удивительно совсем недавно мы разговаривали и я как-то делился своими ощущениями по поводу того, что мне не все представляется справедливым происходящее вокруг. Иногда отрекаются от того, от чего отрекаться категорически нельзя. и замечательно мне Филипп сказал, пап, знаешь, как Ключевский сказал? Закономерности исторических событий обратно пропорциональны духовности. Есть о чем подумать. и я очень часто возвращаюсь вот к этой мысли, которую автор Ключевский подарил мне мой взрослый сын. Аня, Аня, это дочка. Она не ведала, что в два месяца все было предрешено. Ей было два месяца, и она была замечательной Проксаной. Так случилось, когда она родилась, Сергей Сергеевич Еблахишвили, «Светлая память», замечательный режиссер, интеллигентнейший человек. А в ту пору очень мощно существовал телевизионный театр. Очень мощно. Помните, да? Ну, вот сейчас как-то это возрождается. И Сергей Сергеевич пригласил меня на «Сирано». Съемки начались, а Аня по ночам не спала. И надо было значит, как-то ее успокаивать. Она была моей Роксаной, потому что все потрясающие тексты я учил, обращаясь вот к этому существу. Что я скажу? 12 мая прическу изменили вы. Мне кажется, сейчас я слышу шум травы, когда еще давно, но как сегодня будто вы девочкой встречали утро. Что я скажу? Когда я с вами вместе, я отыщу десятки слов, в которых смысл на третьем месте, на первом вы и на втором любовь. Что я скажу? Зачем вам разбираться? Скажу, что это ночь и звезды, и луна, что это для меня всего лишь декорация, в которой вы играете одна. Что я скажу? Не все ли вам равно? Слова, что говорят в подобные мгновения, почти не слушают, не понимают, но их ощущают как прикосновения. Ну, что после этого Аня оставалась? Хотя для нас это было полной неожиданностью, как не пойти в актрисы. Я приехал сегодня к вам, а она поехала на съемку. И это замечательно. Конечно, у меня были мечты, но так, чтобы реально актером, ну, я понятно, что не технарь, понятно, что не физик, не химик, гуманитарий. в детстве неплохо рисовал, но когда я заканчивал школу, это была пора звездного билета Аксенова, подлинных, каких-то нелишенных серьезного романтизма, мечтаний. и так случилось, что я пошел в ТЮЗ, в Ленинградский, электриком. Это все к вопросу о линии жизни. Учительница, одна из учительниц нашей школы, Галина Гердина, она работала в педагогической части ТЮЗа. И вот я узнал у Галины Гердина, попросил ее узнать, а нельзя ли в ТЮЗе поступить к художникам, размешивать им краски, что-то иногда попробовать написать, они увидят какой талант. И нормальная романтическая логика, художникам не надо было никаких помощников, и было свободное место у электриков. Если я знал, что такое вилка, то потому что это то, чем едят. Но оказывается, еще есть вилка, которая там в сеть втыкается, еще вот мои были знания. Я очень волновался, когда первый раз должен был выйти на сцену электриком. был такой спектакль в садах лицея, и в полной темноте должна была произойти чистая перемена. И я должен был вынести тумбу с канделябром в темноте быстро и подключить. Я так волновался, очень долго готовился, пришел в чистой белой рубашке, и в этой белой рубашке на полной темноте я пошел включать канделябр. Потом слышу почему-то какой-то шум за кулисами бегает режиссер и говорит, какой идиот выперся на чистой на полной темноте в белой рубашке. Однажды я шел по коридору, техническому коридору, и вдруг навстречу идет очень импозантный с замечательной седой головой, с такой увесистой тростью человек. И я навстречу. И когда мы уже почти прошли мимо друг друга, на секундочку он притормозил, и я притормозил, и он как само собой разумеющееся спросил, «А вы документы в студию еще не принесли?» Я говорю, «Нет, надо принести». И пошел дальше. И я принес документы. Я подумал, наверное, это самый главный, а самый главный Карагодский, наверное, это Карагодский. Никого не знал. Я собрал то, что необходимо и принес. И дальше, конечно, судьба мне подарила встречу с гением педагогики Зиновья Яковлевым Карагодским. Это я когда поступал, это вообще, конечно, фантастика. Я читал строчку, Зиновья понимал, что дальше лучше меня не трогать. И он говорил, «Спасибо, приходите на следующий экзамен». Как-то прошло время, и я уже был актером в Чузе, и Зиновья набирал курс, я сидел рядышком, и он мне вдруг говорит, «Ты думаешь, когда ты поступал, все просто замерли от степени твоего дарования?» Так вот, совсем было не так. Оказывается, когда он вот так меня пропускал на туры, и уже зачисляли, кто будет зачислен на курс, и когда он произнес мою фамилию, то педагоги его спросили, «Зиновья Яковлевич, а это вам зачем? Вот это?» Знаете, в жизни вообще очень многое зависит от того, встретишь ли ты человека, который в тебя поверит. Вообще, мне кажется, очень многое зависит от того, насколько всерьез, подлинно было начало. то начало, которое породило в тебе некую веру, может быть, даже, извините за высокий слог, и человеческое, и профессиональное вероисповедание. Я помню, когда начались съемки «Преступления», Достоевский, Раскольников, Иннокентий Михайлович Смоктуновский, Ефим Захарович Капелян, Евгений Алексеевич Лебедев, Майя Булгакова, боже, правильно, авторитет роли, авторитет писателя, авторитеты актеров, которые тебя окружают. И если я говорил про то, как я бесконечно благодарен Зиновию Яковичу, подарившему эту веру, то, конечно, как же я благодарен Льву Александровичу Куледжанову, который эту веру подхватил. Тем более, все это произошло в высшей степени неожиданно. Ну, по городам и весям искали молодого, худого, нерешенного способности. Вот так вот, видно, кто-то сказал, приехали, в театр пришли, а в театр говорят, а он в больнице. Я действительно серьезно хворал, и к моменту, когда ко мне пришли в больницу, я уже хорошо полежал месяца три. Даже первое знакомство у Льва Александровича со мной было через фотографию, которую сделали в больнице. Просто дружочек меня щелкнул и туда отправили. Попросили, вы не вредитесь там несколько дней. И вот я лежал я в военно-медицинской академии, у меня такая рубашечка с завязочками, не вредность, и вот это увидел Лев Александрович. И вот начались эти фантастические два года. Какой у меня был гример. Суббота, воскресенье были выходные здесь, на студии, и я ехал в Ленинград и там играл спектакль. А потом сюда. и Алексей Сергеевич Смирнов два часа каждый день, что называется, по волоску мне это клеил. Потому что это не могло быть бородой. Это должна была быть запущенная небритость, когда человеку не до того, когда всей природой обладела идея, мозг пылает. Все зашкаливает. отношения с миром и с самим собой до такой степени обострены. Ну, что такое 220? Это Родион Романович даже и не почувствует. И вот по волоску, как говорил Лев Александрович, это же не борода, это же гадость какая-то. И это действительно должна была быть вот эта запущенная небритость. И каждый день в конце это все вот так выбрасывалось и на завтра. Ну, уж, как ли я про это вспомнил. Знаете, какой один потрясающий поступок совершил Алексей Сергеевич? это было еще начало съемок. В Ленинграде мы снимали натуру, когда Раскольников, что называется, сломяк голову бежит, как это во сне бывает, бежит от полицейских, от жандармов, которые вот-вот его настигнут. И он бежит, 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 и потом просыпается. Бежать, ну, наверное, метров восемьдесят. А я еще не очень себя так крепко чувствовал. Ну, как всегда это бывает в кино часто. Вот солнце, все, мотор, и ты бежишь, бежишь, бежишь на пределе сил, сбивая дыхание. Бежишь. Так, все, дубль, еще дубль. надо быстренько вернуться и опять. Солнце пока не зашло, давайте еще дубль. Тем более, тогда снимали не на кодеке, это же всякое могло быть с пленкой. Еще раз, и вот, когда я побежал на следующий кадр, к счастью, я пробегал мимо, прямо здесь, на тротуаре стоял столик Алексея Сергеевича, где лежали все принадлежности гримировальные, и я очнулся в кресле. Оказывается, когда я побежал опять, видно, меня повело, и он меня подхватил. Подхватил и бросил в кресло и сорвал полбороды сам. А мне нашатырь. Ну, я пришел в себя и вот помню, вот так я сижу, надо мной склонился Алексей Сергеевич, и конечно я не могу вам передать все слова, которые он мне произносил, но смысл был в том, что кино жестокое дело. Вот ты сейчас рухнешь и все очень огорчатся, но завтра будет другой. И это не к тому, что себя беречь. Беречь себя имея дело с судьбой Родиона Романовича, это преступление, за которым обязательно будет наказание. За бережливость. И с той поры я его называл батя. я помню однажды мы едем на съемку, раннее утро, часов семь утра, солнечный Ленинград, тихий, покойный, идут, мамы досыпают, молодые папы с колясками идут, выгуливают, да? А уже струятся такие очереди небольшие жаждущих около ларечков пивных Ленинград. Это, конечно, дворцы, но это еще той поры это особые пивные ларечки, которых тебя спрашивали, вам подогреть? Это особые и рюмочные. И вот стоят жаждущие, я еду рядом с водителем, огромное окно и весь этот мир передо мной и я, я, Таратуркин, замечательно свободен в отношениях с этим миром. Я могу глаз своих не скрывать, я могу мир впустить в себя, самому отдаться этому миру, но это я, Таратуркин. а у меня уже здесь вот эта гадость, как говорил Лев Александрович, за пазухой топор, и этот человек лишен этой возможности. Да. Ну, хорошо. Как говорил мой учитель, как говорил Зиновьяхович, ну, хорошо, в смысле, ладно. Когда эти два года миновали, когда уже дело подходило к окончанию съемок, замечательно однажды Лев Александрович сказал, он называл меня Егорушка, он говорит, Егорушка, конечно, хотелось бы, чтобы все получилось, чтобы людям это было интересно и как-то вот вызвало отклик. Но даже если не до конца все получилось, мы с тобой счастливые люди. Мы два года были по локте в золоте. Будешь ко мне во строк-то ходить? Буду. реветь, да? Ага. Не реветь. Мой любимый, дорогой мой старик. Надо же поспать, поспать, все. Ты дурак, какой ты дурак. Какой ты дурак, господи, прости. И, конечно, очень тяжело было с этим расставаться. Чувство непрекаянности, опустошенности. И вот я помню, в этом состоянии я пошел, что называется, по местам боевой славы. По маршрутам наших съемок. Практически по маршрутам Родиона Романовича. и дошел до канала, как у Федора Михайловича, Екатеринский, канал Грибоедова. И на берегу стоит пельменная. Та пельменная, та, которая, когда был дождь, а мы там снимали. И понятно, что съемки уже не будет. И тогда нам ее закрыли, мы пошли туда, составили столы, накрыли белой скотерочкой, нам наварили пельмени, съемки уже не будет. Ну, кто пельмени просто так ест? Это же извращение какое-то. Тут же, конечно, какие-то стаканчики, рюмочки. и думаю, зайду я в пельменную, сейчас пельмешек съем. Я зашел, заказал, взял. Все это на автомате, весь живущий тем, чего я почему-то лишен. Пар от пельменей, в голове такой пар, что с ума сойдешь. И вдруг чувствую таким боковым зрением что-то белое. Я так поворачиваюсь, действительно белый фартук. Я поднимаю голову, стоит официантка этой пельменной. смотрит на меня. Только в России возможно. Руки у нее так под фартуком сложены. Ну, что, кончили кино-то ваше? да, кончили вот, кончили. Долго снимали? Я говорю, да, два года. Ну, что, тяжело тебе. ну, в общем, да так как-то. Ну, на вот. Полегче будет. И из-под фарточка ставит мне. А кругом надписи не распевать, не приносить, ничего. Кругом мужички жаждущие, значит, что-то там пытающиеся что-то протащить. И она все понимающая. и действительно полегчало. Действительно полегчало. И, конечно, я благодарен судьбе, что прошло немножечко времени и возникла возможность здесь, в Москве войти в спектакль Театра Моссовета Петербургское сновидение. Замечательный спектакль. И замечательная была встреча с Юрием Александровичем Завадским. Линия жизни, линия жизни. С одной стороны, у Александра Александровича Блока есть Когда-то гордый и надменный, Теперь с цыганкой я в раю. И вот прошу ее смиренно, спляши, цыганка, жизнь мою. И долго длится пляс ужасный, И жизнь проходит передо мной безумной, сонной, и прекрасной, и отвратительной мечтой. То кружится, закинув руки, то поползет змеей, и вдруг вся замерла в истоме скуки, и бубен падает из рук. О, как я был богат когда-то! Да все не стоит пятака, вражда, любовь, молва и злата, а пуще смертная тоска. но его товарища Александра Александровича благословляю все, что было. Я лучшей доли не искал. О, сердце, сколько ты любила, о, разум, сколько ты пылал. Пускай счастье и муки свой горький положили след, но в страстной буре, в долгой скуке я не утратил прежний свет. И ты, кого терзал я новым, прости меня, нам быть вдвоем. Все то, чего не скажешь словом, узнал я в облике твоем. Глядят внимательные очи, и сердце бьет, волнуясь в грудь, в холодном мраке снежной ночи, свой верный продолжая путь. Это был замечательный спектакль, неожиданный, может быть, кто-то видел версию о судьбе Александра Александровича Блока. Александр Петрович Штейн написал очень неожиданную пьесу, Юрий Александрович благословил и ставил спектакль в ту пору юный, озорной, фрапирующий слава списистов. И это был ветер, ветер, то есть полотнище, которое принимало самые причудливые очертания. я помню, вышел как-то после спектакля, дело было зимой, а я по ленинградской привычке не сразу так и побежал, тем более после такой судьбы, как судьба Александра Александровича. И вот я выхожу из служебного хода, уже и следы запорошены, тех, кто вышел из театра. И вдруг от стены дома рядом отделяются две фигуры заснеженные и направляются ко мне, я понимаю, ко мне, никого вокруг нет. Подходят, останавливаются в двух шагах, молчат. две женщины. Молодые женщины, но и не пацанки. А потом одна женщина от имени обеих произносит одну фразу. мы не знаем, как дальше жить. Я тоже молчу и потом решаюсь произнести тоже одну фразу. Я говорю, я надеюсь быть правильно понятым, но я очень рад. но ведь если человек решается вдруг на миг да еще озвучить, доверить, не знаю, как дальше жить, во след за этим есть надежда, что будет сумасшедшее желание узнать, попробовать и, может быть, прожить свою, единственную. Когда ты загнул и забит людьми, заботой или тоскою, когда под гробовой доскою все, что тебя пленяло, спит, когда по городской пустыне отчаявшейся и больной ты возвращаешься домой и тяжелит ресницы иней, тогда остановись на миг послушать тишину ночную. Постигнешь слухом жизнь иную, которой днем ты не постиг, по-новому окинешь взглядом даль снежных улиц, дым костра, ночь, тихо ждущая утра над белым запушенным садом и небо, книгу между книг, найдешь в душе опустошенный вновь образ матери склоненной, и в этот несравненный миг узоры на стекле фонарном, мороз оледенивший кровь, твоя холодная любовь, все вспыхнет в сердце благодарно, ты все благословишь тогда, поняв, что жизнь безмерно более, чем квантум сатис бранда воли, а мир прекрасен, как всегда. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Потрясающая связь с судьбами персонажными. Разнообразно по этому поводу говорится, нет, роль отдельно, я отдельно, ну, если это роль, а если это судьба, жившего человека, а если это судьба, рожденная гением Достоевского, которая столь же подлинна, как судьба жившего человека, а если это судьба, которая может оказаться спасительной для тебя, конечно, потом ты с этим живешь. По всю пору я внутренне связан с судьбой Александра Васильевича Колчака. Можете себе представить, вот когда он принимал власть, знаете, как это было? Принимая крест верховной власти, обещаюсь и клянусь перед всемогущим Богом быть верным и до конца преданным российскому государству, как своему отечеству. Обещаюсь и клянусь служить ему по долгу верховного правителя, не щадя жизни моей, не увлекаясь ни родством, ни дружбой, ни враждой, ни корыстью, пометуя единственно о возрождении государства российского, дабы народ мог беспрепятственно избирать себе образ правления, который он пожелает. А много лет тому назад, до преступления и наказания, снимался фильм Софья Перовская и я играл Гриневицкого Игнатия, который бросал бомбу в царя. Прошли 35 лет в другое время, в другом государстве. Я играю Александра Николаевича Романова снимается картина про императора жертву и про убийцу. А 35 лет тому назад снималась картина про героев-народовольцев и про изувера царя. Какие амплитуды! И я стою в Ленинграде на том месте, где я 35 лет тому назад бросал бомбу в царя, а сейчас в меня бросают. Это к вопросу о линии жизни. У меня была совершенно замечательная первая роль. Это было 3 декабря 64-го года прошлого века была премьера. я учился на втором курсе. И это была замечательная роль 16-летнего мальчишки, который влюбился. И написал «Мне без тебя так трудно жить, а ты ты дразнишь и тревожишь. Ты мне не можешь заменить весь мир, а кажется, что можешь. Есть в жизни у меня свое дела, успехи и напасти. Мне лишь тебя не достает для полного людского счастья. Мне без тебя так трудно жить, так неуютно, все тревожит. Ты мир не можешь заменить, но ведь и он тебя не может. Мальчишке было шестнадцать, но ведь это же принадлежение не только шестнадцати годам, чего я вам и желаю. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо.